Батареи в квартирах дома 77 по улице Победы нагрелись уже 18 сентября. В здании находится детский сад. Отопление в дошкольные образовательные учреждения и здание с круглосуточным пребыванием людей начали подавать в первую очередь. Дом в принципе запущен и все, только ждем повышения температуры при наступлении холодов. Все контролируем, смотрим, чтобы не было статики, так сказать. Чтобы люди были все время с отоплением. Комфортно, да, и нету ночи вот этой немножко влажности дома пропало у людей. Да, комфортно стало. Технический директор управляющей компании также рассказала, что трудностей при подключении отопления не возникло. Перед началом отопительного сезона провели подготовку, в том числе сдали опрессовку и поменяли задвижку, чтобы здание без проблем начало отапливаться и теплоресурс поступал бесперебойно. На сегодняшний день тепло получают 65% социальных объектов областного центра. Теперь повышенное внимание уделяется процессу подачи теплоносителя не только в социальные учреждения, но и в жилищный фонд. В него, согласно постановлению главы города Елены Лапушкиной, теплоноситель начали подавать с 25 сентября. К утру вторника теплоснабжением обеспечили 8% зданий. Многоквартирные дома к теплу подключают поэтапно. Параллельно организован непрерывный контроль, проводятся адресные обходы. На еженедельном совещании первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил в первую очередь обеспечить теплом те дома, на первых этажах которых находятся детские сады, поликлиники, учреждения дополнительного образования. Вот сейчас в первую очередь посмотрите, где есть дома, которые есть поликлиники, есть амбулаторные какие-то учреждения, есть культура, есть образование дошкольное. Вот эти дома в первую очередь записать протокол в ключи и отработать их. Отопительный сезон в Самаре начали заблаговременно, не дожидаясь значительного понижения температуры воздуха, стабильных 8 градусов на термометрах. Несмотря на то, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни днем воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов, ночью температура будет опускаться до плюс 4-13 градусов. По технологическим условиям подключение к источникам теплоснабжения занимает порядка двух недель. Для адресной отработки сообщений будет открыта горячая линия. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События.